В настоящее время у многих людей возникает интересный, возникает живой интерес к регрессивной терапии. И я знаю, что ты брала программу Грайана Вайса и мне хотелось бы немножко больше узнать подробностей, которые могут людям разобраться в этом вопросе. Это действительно так? Ты брала эту программу, да? Да, я брала программу Брайан Вайса, это именно была профессиональная программа, где он обучал, как проводить регрессивный гипноз и работать с группами людей. Программа проходила в Омега-институте, который находится в Нью-Йорке, часа два от Нью-Йорка, Райнбек. Такое место называется Райнбек. Замечательное место, я обожаю туда ездить. У нас было человек 150, очень была приятная компания людей. И при всем при том, что группа была настолько как бы огромная, мы все... появилось такое ощущение именно сплоченности, как будто бы нас всех именно собрали в одном месте. Брайан Вайс – неимоверно интересная личность, и я очень многому научилась именно на этой программе, да. Может быть, я как раз чуть-чуть больше заострю внимание на том, кто такой Брайан Вайс, да. Я знаю, что это практикующий психиатр, и что... Ну, он больше не практикует. Он как бы, когда он... когда его путь привел его к тому, к осознанности того, что жизнь как бы многогранна, и помимо нашей настоящей, так сказать, в действительности есть еще и прошлой жизни, как он это их называет, то его практика совершенно поменялась в другом направлении. Сейчас он занимается именно тем, что он... Ну, вначале он как бы делал регрессивный гипноз, и таким образом он излечал людей от каких-либо проблем, которые связаны как бы с жизнями, в смысле наработанные в прошлых жизнях. А сейчас он практикует именно то, что он тренирует людей, чтобы как бы заниматься и быть регрессологами. А вот интересно, я тоже коснулась этой темы и один раз тоже попробовала такого вида гипноз, что, собственно, не полностью является гипнозом в нашем традиционном понимании, когда человек исполняет чью-то волю и выполняет команды, тут человек полностью осознает, что с ним происходит, но он как бы в такой легкой дремоте как бы находится. Ну да, надо, наверное, отметить, что такое гипноз с точки зрения... Да. Что такое регрессивный гипноз. Гипноз, на самом деле, это состояние концентрации, то есть это состояние, когда полностью все ваше внимание настроено на определенную работу. Предположим, если человек композитор, и он пишет музыку, то он находится в состоянии гипноза, на самом деле, в тот момент, когда он именно создает эту музыку, да. А ученые, когда работают над своими какими-то экспериментами, они тоже находятся в состоянии гипноза, потому что они погружаются в то состояние, когда все их внимание настроено и сконцентрировано на ту работу, которую они проделывают. Как состояние транса, да? Оно такое своего рода, да. Вот. Что такое регрессивный гипноз? Это то же самое состояние концентрации, которое направлено на ваше подсознание. То есть человек, который направляет, вот фасилитатор или регрессолог, он именно работает на то, чтобы настроить, сконцентрировать ваше внимание и направить его целенаправленно на ту, скажем, точку времени, с которой вы работаете. Или, ну, смотря как задается задача. Можно, в принципе, найти проблему, которая возникла и где она образовалась. Или же можно определенно ставить какие-то задачи с какой-то определенной жизнью, если человек уже имел опыт, что он, ну, имел, скажем так… Знал свои воплощения, да. Знал какое-то свое воплощение, да. Или чувствует, что оно было. Вот. Поэтому здесь процесс полностью контролируется тем, кого погружают в гипноз. То есть вы находитесь в полной осознанности, что происходит. Ваше внимание настроено на голос регрессолога. И в то же время вы контролируете процесс, в каком смысле, если что-то не нравится, всегда можно прекратить и, так сказать, открыть глаза, и все заканчивается. А вот можно… Я… Так как у меня есть небольшой опыт, но также я не знаю, насколько он, так сказать, достоверный с точки зрения профессионалов, поэтому я хочу сначала немножко разобраться об этой теме с точки зрения нулевого уровня знаний, а потом уже, так сказать, коснуться моего собственного опыта и сравнить, что было у меня с тем, что ты можешь порекомендовать другим людям или конкретно вот в той ситуации. Вот мне очень стала интересна сама техника проведения вот этого гипноза. Я понимаю, что тут есть профессиональные знания и есть нечто такое, которое любому человеку было бы интересно понять. Вот, во-первых, сразу начнем с безопасности. Это безопасно делать? Вот как-то можно человеку навредить этим? Ну, наверное, зависит от того, кто проводит, потому что могут быть такие состояния, когда возникает паника или же переживаешь какой-то момент, который был довольно травматичный, то если поднять все это с подсознания и тот, кто проводит, скажем, гипноз, не знает, как с этим работать, то да, в принципе, это может быть опасно. Поэтому все зависит от того, с кем ты работаешь, да. Но, наверное, опасность будет выражаться на физическом уровне, там, приступ паники или там учащенное сердцебиение, да, вот такого типа. Или же как, может быть, какой-то такой треп, который, как ловушка, из которого, например, что человек не сможет вернуться в обычное состояние. Нет, но в обычное состояние он в любом случае вернется, как только он откроет глаза. Но вот это состояние, которое поднимается из подсознания, поднимается наружу, если он не сможет с этим как бы сообладать и каким-то образом, так сказать, прожить этот момент, а будет вот, оно как триггер будет возникать при каждом воспоминании, то, само собой, это может быть травматично, да. Но суть регрессивного гипноза в том, чтобы это прожить, осознать и отпустить. И вот здесь происходит как бы именно исцеление. Когда ты понимаешь, с какой, что произошло, с какой целью это произошло, и ты как бы проживаешь и отпускаешь, то происходит как бы это исцеление, да. А вот кто это вообще определяет? Он уже момент этот прожит и отпущен? Или еще нужно что-то усилить, или чуть-чуть дальше пройти по шкале времени? Ну, я не скажу, что кто-то здесь что-то определяет, все зависит от того, насколько травма глубоко сидит, и зависит от осознанности человека, насколько он готов отпускать и проживать эти моменты, и насколько он может сделать вывод из того, что он получил. Поэтому я считаю, что регрессивный гипноз, он не для всех. Если человек не практикует духовные практики, наверное, это немного может отразиться травматично. А вот, получается, в момент гипноза человек уже может это все осознать и решить, что для него это достаточно? Или же он просто идет у него как прокручивание кинопленки, он это все сейчас сканирует, и потом, когда он выходит, тогда он уже проводит дальнейшую работу? Как вот этот момент? Это все зависит от того, с кем происходит гипноз. Как правило, если вы проживаете момент какого-то события, то он еще насыщен эмоциями. То есть оно все происходит, как будто бы это сейчас происходит с вами. Кто-то может закрыться, опять же. Поэтому я говорю, что важно, чтобы человек на данный момент занимался духовными практиками и понимал, зачем все это происходит. И кто-то может закрыться, и эта травма может как бы дальше продолжать себя проявлять в его настоящей жизни. А кто-то сделает как бы для себя такой пометку, что это был опыт, и он на данный момент как бы нерелевантен в их конкретной жизни, и отпустить эту ситуацию, и таким образом разблокировать тот блок, который образовался. То есть гипнолог в этом случае не может заранее сказать исход самого вот этого сеанса? Нет, это очень спонтанная работа. Мы никогда не знаем, какой будет результат. И получается, что человек, может быть, один подумает, что он достаточно уже осознан, и он готов к этому, а другой по-настоящему осознан. И вот в этом может произойти разница, что у первого из-за недостатка его реакции или проработки в тот момент может произойти немножко не совсем, так сказать, полная эффективность от этого сеанса. Возможно, это не произойдет сразу, но оно как даунлоуд информации. Ты получаешь вот эту загрузку, и потом она разворачивается. У многих занимает какое-то долгое время, чтобы осознать, что произошло. Они не сразу понимают, что произошло. Поэтому у всех это зависит от индивидуального свеча. И точно так же их понимание, как вот распаковка этой информации. Возможно такое, что после того, как они получили все сначала эти инсайты, потом они начинают об этом думать, и для коррекции они опять обращаются за помощью, чтобы, может быть, этот регрессолог, психолог мог помочь осознать, что это именно так или нет. Или это уже будет, так сказать, только... Вот в том-то и дело, что регрессолог, он не обязательно психолог. Поэтому он не всегда может дать как бы правильный ответ. На самом деле работа заключается в том, что ты погружаешь человека, даешь ему возможность раскрыть, а потом он как бы работает с той информацией, которую он получил. Опять же, я считаю, что, как правило, люди, которые интересуются регрессивным гипнозом, это люди, которые практикуют какие-либо другие практики, связанные с духовностью. Это не люди, которые обращаются к психологам и пытаются решить проблему, скажем, с точки зрения науки, так сказать, как психология, потому что все-таки это немного, ну скажем, более такая альтернативная система целения, чем, предположим, психология, которая традиционная. Да, это как бы добавляет уже другую мерность и уже не на уровне настоящей жизни, а это дает уже нашу историческую связь с теми предыдущими поколениями, да, воплощениями. Тут и поколение, и наше воплощение все как бы участвует в этом. А вот еще такой момент, вот когда уходишь в этот гипноз и работаешь с бессознательным, да, то получается наше бессознательное, вот это если вернуться на простой уровень людей, когда нет еще полного осознания, где начинается, так сказать, религия и где начинается наша обыденная жизнь. В том плане, что можно подумать, что наше бессознательное чисто аккумуляция знаний и эмоций с нашей настоящей жизни, но это не совсем так. Ну, совершенно не так, да. То есть сюда, получается, в наше бессознательное, вот как ты вот это объяснишь? Ну, как я это объясню, я считаю, что у нашего сознания есть такой резервуар информации, который как бы скрыт и закрыт, который находится в подсознании. Это если мы говорим о регрессивном гипнозе, потому что регрессивный гипноз работает именно с подсознанием. Все, что связано с более бессознательными участками сознания, наверное, это немного другого рода гипноз, но не совсем регрессивный. Да, вот я почувствовала вот эту разницу. Я думаю, что каждый тоже, кто задает такой же вопрос, увидит, в чем именно отличие. И вот тут вот мне еще интересен такой вот тоже технический момент. Когда уходишь в прошлые воплощения, это кто вообще решает, на какую глубину уходить? Это чисто, наверное, человек, который задается каким-то вопросом, пытается отмотать как бы ленту назад, когда впервые, скажем, эта боль у него появилась или же конфликт. Вот как он знает, как далеко уходить? Вот в том-то и дело, что вот то, как нас обучал Брайан Уайс, это именно он ставит задачу. Предположим, если есть какой-то запрос, то перед тем, как идет погружение, то мы как бы ставим этот запрос и смотрим, откуда, ну так сказать, ноги растут. Ну, как правило, запросы бывают разные и не всегда проблема именно возникла в какой-то прошлой жизни. О, даже так. Да, и все может быть, что проблема связана с детством, какая-то травма детская. Но как далеко человек может уйти, наверное, еще зависит от способности погружения того, с кем ты работаешь, потому что не все состоянии, ну, очень глубоко погружаться. Вот, как правило, это на очень поверхностных уровнях. Я вот, когда мы заговорили о том, на как далеко можно уйти, и я хотела как раз поделиться своим опытом, когда, опять-таки, вот я не знаю, то ли это была, может быть, имитация того, что я могла испытывать это, то ли там плод моего воображения. Ну, вот, когда в момент медитации мы должны, так сказать, отправиться в космос, пройти там какой-то ритуал и потом увидеть себя где-то. И я увидела себя в воплощении какой-то сущности, это было не человеческое тело. Во-первых, я не видела своих рук, у меня были на мне какие-то одежды, которые свисали, и я даже не видела конечностей. И я при этом не ходила, а находилась в левитации. То есть я перемещалась по поверхности земли на каком-то расстоянии, и у меня даже лица не было, это все было закрыто волосами. Вот это, вот похоже на то, что это может действительно быть реальностью, или это чисто, ну, просто вот такой вот мираж. Флод твоего воображения? Да. На этот вопрос, по-моему, никто не сможет ответить, кроме тебя. Было ли оно насыщено эмоциями? Что ты ощущала на этот момент? Какое было восприятие? Ты, не ты? Есть ли связь с этой сущностью? Если только ты можешь ответить на этот вопрос. Поэтому я не могу сказать, а что за способы использовали? Это был действительно момент погружения в медитацию, когда произносился определенный текст, и я должна была следовать чисто за командами. Представь себе, да, вот теперь ты летишь туда. Такое, guided meditation. Да, 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 вот, и причем о регрессолог, который меня погружал, она говорила, что она это все видит, тоже говорит, я тоже это вижу, именно так, как ты говоришь. И мне вот стало интересно, как это, в принципе, возможно? Ну, видимо, она обладает ясновидением, поэтому она в состоянии это видеть. А, то есть это тоже возможно. Ну да, конечно, это уже ее наработанное качество. Не все регрессологи видят то, что видит тот, кого они погружают. Были даже случаи, вот на этой программе со мной был такой интересный очень дядечка, который уже, так сказать, этим зарабатывает. Это он регрессивный гипнолог, много лет, с Нью-Йорка. У него как бы не возникали вопросы, но он, лично он, никогда не имел опыта. Но он обладал техникой и умел погружать. Я не знаю, как это так, работать с человеком, когда ты сам не понимаешь, что это такое. Ну, это как, ну, не знаю, учить читать, не умея читать, да? Он техникой обладал, и поэтому очень многое он воспринимал очень скептически, потому что он на себе не опробовал, у него было все это закрыто. И вот одной из целей его визита к Брайану Вайзу было именно, чтобы тоже научиться и, возможно, каким-то образом открыть свои слои. И, видимо, у него какие-то блоки где-то стояли. Поэтому это возможно. А есть люди, которые, вот как бы гипнологи, да, которые могут, так сказать, путешествовать вместе во времени с тем человеком, которого они ведут. Очень интересно. Но это колоссальный опыт, и это больше еще опыт, скажем, их духовный наработанный опыт, чтобы такое уметь делать. Да, они, получается, как гайд, да, такие? Ну да, получается. Как водители. Такие. Вот. Я такой не умею, нет. И тут интересно, тот человек, с которым этот гипнолог путешествует в это время, они друг друга видят или они оба просто проживают? Не знаю. Интересно. Я знаю, у меня такого опыта не было, не могу сказать. И вот тоже интересно, например, когда они проходят через эти все состояния, это, получается, эти состояния могут быть как в прошлом, так и в будущем, или это только вопрос прошлого? Ну вот, я со временем немного по-другому воспринимаю всю эту реальность. Я не считаю, что все это происходит в прошлом или в будущем. Я все-таки считаю, что время, оно продукт нашей трехмерной реальности. А все, что связано, скажем, со способностью выйти за пределы времени и, так сказать, переместиться в другое пространство, оно все-таки, наверное, находится здесь и сейчас. Поэтому у нас время, мы воспринимаем его линейно, поэтому нам кажется, что мы таким образом перемещаемся во времени и попадаем в будущее или в прошлое. На самом деле это отрезки опыта, которые мы испытываем в определенных... Это, так сказать, это как игра, да, вот компьютерная. То есть она уже вся есть, но ты, когда начинаешь вот этот свой путь, то ты таким образом как бы перемещаешься. Но, скажем, вот результат, он уже... Он зависит от того, как ты там перемещался. То есть что я хочу сказать, что я лично не вижу это как перемещение в прошлое. Скорее всего, оно существует здесь и сейчас. Я не знаю, если я понятно объясняю. Ну да, это... Это больше как, если наблюдать на всё это с момента здесь и сейчас, то оно протекает в каждый момент сейчас. Или потому что мы к нему имеем доступ в этот момент, да? И нам кажется, что вот оно происходило в прошлом, потому что оно для нас как бы прожитое что-то. Но на самом деле это... Мне кажется, мы любой опыт, который приобретаем в физическом теле, мы приобретаем с момента здесь и сейчас. И тогда, получается, мы не можем отличить, то ли это с нами уже было, то ли это будет, когда мы в этом гипнозе? Или мы всё-таки... У нас есть ответы на эти вопросы? Ну, как правило, всё, что вроде как было, что воспринимается как прошлая жизнь, оно поднимается на поверхность, как какое-то ощущение чего-то прожитого, потому что уже там наработанный опыт. Всё, что происходит с прогрессивным гипнозом, то есть то состояние, когда ты погружаешься во что-то, что вроде как по нашему времени в будущем, то для нас из-за того, что мы не знакомы с тем, что происходит в этом будущем, да, предположим, 500 лет с сегодняшнего дня, то оно воспринимается как ещё не прожитое, потому что та реальность нам не сильно знакома. А вот если не уходить на столько, а уходить на чуть-чуть всего лишь, если каждому хочется заглянуть, что же в его жизни будет происходить в дальнейшем, вот это возможно? Это возможно, но оно бессмысленно, потому что наше будущее, которое не существует на самом деле, а существует именно любой момент, в котором ты проживаешь, и этот момент сейчас, то он может измениться, потому что то, что ты в гипнозе можешь прочувствовать, что вроде как будет завтра, это на самом деле та вероятность, которая близка к тому, что может быть завтра, но ты можешь принять какое-то другое решение, и результат будет другим. То есть мы не можем сказать, сколько лет мы можем жить, да? Ну я думаю, нет, я не думаю, что это возможно, я не думаю, что у человека предписано это. Ну конечно же, если он, скажем, более-менее осознанная сущность и создавал свой план перед тем, как воплотиться в жизнь, то может быть где-то там просчитано, когда она закончится. Наверняка это связано с каким-то заданием, да, с которым он пришёл. Поэтому точно сказать, когда это задание воплотится и реализуется, это тоже сложно сказать. Я не верю в то, что наша жизнь предрешена, да? Да, я не считаю, что она предрешена, и я поэтому, я всё-таки считаю, что, вернее, как сказать, опять же, это зависит, наверное, от уровня сознания того человека, который проживает в этой жизни. Если человек осознанно проживает свою жизнь, то есть он планирует каждый шаг, он принимает решения, а не течёт по течению жизни, то, скорее всего, в его жизни не будет вот таких вот судьбоносных, скажем, моментов, которые можно было сказать, ну, судьба, ну, что ты делаешь, а судьбы не уйдёшь. Такого быть не может, я так думаю, всё-таки. Потому что, как только ты берёшь в руки свою жизнь, как только ты добавляешь осознанности в свои действия, то она уже течёт не куда ей, ну, не во все стороны, куда бы ты ни хотел, а именно целенаправленно, так как ты хотел бы видеть эту направленность в своей жизни. то есть вот это есть фраза, чему быть там, того не миновать. Ну, я думаю, что она именно относится к людям, которые всё-таки проживают жизнь неосознанно. Неосознанно. Да, я вот тоже прихожу к этому. Потому что я как бы могу судить со своего опыта. Вот на своём опыте я могу сказать, что раньше я так жила, вот так вот, веря в судьбу и что всё предрешено. Но как только вот моё отношение ко всему этому колоссально изменилось и я начала, так сказать, направлять и осуществлять именно то, что я хочу по жизни, то принимать какие-то именно, делать осознанный выбор во всех отношениях, в любых своих решениях, то жизнь именно повернулась именно тем руслом, каким я хочу. Уже нет этой спонтанности и вот каких-то таких, скажем так, как это называется, форс-мажоров. Ну, unless они происходят от людей, которых я контролировать никак не могу. А вот можно по мере, так сказать, твоих ответов у меня возникают новые-новые вопросы и одни даже перекрывают другие. Вот с одной стороны не очень интересная тема, как ты говоришь, у меня нет спонтанности, да? То есть спонтанность это плохо или хорошо? Нет-нет-нет, я не имела в виду спонтанность, я имею в виду я, наверное, неправильно выразилась, спонтанность, она как раз-таки очень даже хорошее состояние, потому что ты можешь быть в потоке и в потоке создаётся много всего такого, что, скажем так, запрограммировав, ты не сделаешь, да? То есть не пропланируешь. Я имела в виду жизненные обстоятельства незапланированные не происходят. Тогда вот можно ещё немножечко о теме осознанности, как вот ты описала так красиво, как ты стараешься жить, вот по каким принципам? Вот получается, что осознанность с точки зрения вот даже past life regressions, да, вот получается, что мы осознаём, до чего мы приходим улучшать там свои какие-то навыки или качество души. Получится... Нет, подожди секунду, мы не за этим приходим, мы приходим проживать опыт. Ага. Опыт у всех разный. Так а вот если опыт, например, становится не весьма благоприятным? Ну это тоже понятие очень такое широкое, да, что значит не весьма благоприятное. Чейк страдает, мучается. Но он страдает потому что... Опять же это всё происходит почему? Потому что его восприятие, что он страдает, это раз. А полоса невезения, это потому что он живёт и делает выборы неосознанные опять же. А если он связан с тем, что его люди вокруг него страдают и он помочь особо не может, это что же как бы на него накладывает? Ну мы в первую очередь несем ответственность за свою жизнь. какой-то другой человек страдает, нужно разбираться с... что связано с этим страданием, что ты подразумеваешь под страданием, какие-то душевные переживания? Допустим, у матери, у одиночки матери единственный сын, который стал инвалидом и она теперь посвятила свою жизнь ему, потому что больше никому ухаживает за неба. так это ее обязанность, это ее ребенок, да. Ну почему надо страдать, проживая эту жизнь? Можно также ее с радостью воспринимать? А если у нее нет улучшений, если только становится все хуже, хуже, нет средств существованию, она вынуждена биться об инстанции, просить о помощи, понятно, что даже этот момент тоже может показать ее роста, это может быть усмирение гордыни, а может быть с другого покушения. Я думаю, что в любом жизненном опыте есть рост для души и видимо с какой-то целью этот опыт ей дается, как она его проживает, это уже вопрос ее осознанности. Я считаю, что надо иметь радость в сердце в любом состоянии, неважно как жизнь протекает. А можно этому состоянию, можно допустим какой-то опыт, который мы допустим не можем сами, до которого мы сами не доходим, можно ли нам этот опыт получать с прошлой жизни, вернуться в какое-то воплощение, чтобы научиться или же обогатиться и вернуться в настоящую жизнь уже в другом состоянии. Ну вот, как правило, что я замечаю, что с людьми происходит, в начальных стадиях погружения в гипноз, в регрессивный гипноз, они видят именно травматические ситуации, потому что, видимо, это то, что надо пережить, прожить. потом, в плане практик и каких-то более, скажем, когда человек проводит определенную работу над собой, начинает воспринимать жизнь уже не как жертва, а как творец, то появляются и моменты, когда они проживают именно в регрессивном гипнозе своей жизни, которые были и счастливые тоже. И таким образом извлекают что-то из этого, видимо, я так понимаю, что для этой жизни тоже. А вот мне интересно, вот понятие осознанности, оно больше как бы влечет за собой ощущение здесь и сейчас, что со мной происходит, как происходит и как я к этому отношусь, без ухода в прошлое и без заглядывания в будущее. И как тогда можно планировать с этого состояния? Это же уже как только мы начинаем думать о будущем, мы уже выходим из этого получается состояния здесь и сейчас. Ну, здесь и сейчас и осознанность немного разные вещи. Я говорю, когда про осознанность, я имею в виду что-то другое. Я имею в виду больше то состояние, что ты сущность, которая воплотилась в этой жизни с целью определенного опыта. и что ты не проживаешь жизнь как жертва, а ты как бы проживаешь ее как творец. То есть ты осознаешь все, что с тобой происходит, и таким образом не нарабатываешь какие-то программы, которые потом негативно, деструктивно действуют на твое дальнейшее проживание в этой жизни, потому что все программы накладывают какие-то ограничения. А ты можешь немножко развить эту тему в плане как он знает, что он делает правильно или неправильно? А твоя душа всегда знает правильно она делает или неправильно? А что значит правильно или неправильно? Это очень понятно. Опять же, это очень... Выполнение программы души. Он вообще как бы по пути идет или уходит от него? Я думаю, что на этот вопрос это очень индивидуальный вопрос. Каждый человек может ответить только сам. Он сам четко знает, что ему надо. То есть если ты работаешь над тем, что ты стираешь какие-то программы и пытаешься докопаться до того, что тебе лично надо, не скажем программы связанные там... Даже если скажем человек стремится заработать много денег, да? Здесь же даже если предположим человек пытается заработать много денег, да? Со стороны это может выглядеть как будто бы он тупо работает на материальный мир. А на самом деле мне так кажется, что он пытается сделать, так это привлечь изобилие. Потому что даже в этом направлении не у всех оно наработано. То есть есть огромное количество людей, которые имеют проблему привлечь это изобилие в свою жизнь. И это тоже своего рода как бы задача, может быть, задачей души. А вот ну да, тут, наверное, помимо того, что изобилие само по себе, красивое слово, это нужно выбирать изобилие чувства. А также наработка каких-то качеств, целеустремленность, организованность, фокус, опять-таки, внимание, который нужен и при религиозных и духовных практиках тоже. Поэтому наработка много чего идет, помимо этого. Ну, думаю, да, потому что здесь тоже, опять же, ставится цель и как бы целенаправленность, она тоже вырабатывает определенное качество души, которое остается как опыт. Правильно. То есть и как наработанное, скажем, качество. А вот если вернуться в начало нашего разговора, по поводу Брайана Байса и его программы. Вот он, я знаю, что он в прошлом, как ты упомянула уже, он занимался гипнозом сам и помогал людям, и теперь он практикует, он обучает других людей. То есть когда он обучает, он тоже это просто идет показ теории и так сказать, может быть демонстрация его в опыте на группе или же потом индивидуальная работа с каждым. Вот у тебя нет, индивидуальной работы у нас не было. У нас был интенсивный пятидневный курс и там 150 человек, там просто нереально было иметь какие-то индивидуальные сессии и я так думаю, он больше их не проводит, потому что у него занятость немного другого рода на данный момент. Но вот что мне очень понравилось и удивило, он был очень отзывчив и каждый раз, когда мы что-то не понимали, он подходил, объяснял, показывал, разъяснял. Да, в этом плане да. да. индивидуально он с нами не работал, нет. И все эти знания, которые ты приобрела на программе, во-первых, мне еще интересно, это было просто допустим однодневный или трехдневный пятидневный курс. И эти знания ты применяешь в жизни или они у тебя как бы сложились для повышения твоей осознанности, но в жизни ты выработала свой метод помощи людям или же работая на эту тему. Ну, как правило, любые знания, которые мы приобретаем, мы потом таким образом комбинируем и используем одновременно. Я так думаю, да, я не занимаюсь целенаправленно регрессивным гипнозом. Все-таки я использую свои методики тоже. А возможно самому себе сделать гипноз? Да, ты так же себя погружаешь, входишь в состояние невесомости, в состояние безвременности и направляешь свое внимание туда, куда хочешь. Но это немного сложнее, потому что цель стоит немного иначе. То есть ты уже здесь не конкретно работаешь с какой-то проблемой, а здесь больше как бы как интерес. Да, поэтому я, когда занимаюсь любыми медитациями, я не ставлю себе какие-то задачи. То есть я доверяю своему сознанию направить меня туда, где на данный момент требуется мое внимание. Поэтому в этом плане получается более натуральный опыт, а не скажем что-то, что я могла воссоздать в своем сознании. Ты, наверное, очень много времени проводишь медитация. Нет, Ну, час в день, полтора, когда как. Это очень не старало. Стараюсь. И ты тоже помогаешь, ты можешь помогать другим людям, да, погрузиться в такое состояние. Да, могу вести в состояние духовного. Хорошо, будем обращаться. Вот. А что вот из программы Брайана ты тоже можешь выделить как нечто интересное, которое будет всем интересно услышать? что такого мы не знаем еще? Ну, я не знаю, что вы знаете, поэтому мне сложно сказать, что вы не знаете. Мы уже поняли, как погружаться. три, да. Я, для меня, как бы, не была эта тема новой, когда я поехала на его программу, поэтому, во-первых, целью моего приезда было именно соприкоснуться с таким, для меня он учитель великий, вот, побывать на его программе, увидеть его методику. Есть моменты, с которыми я с ним не согласна, но это мое личное отношение к этому. Я все-таки думаю, что он, как бы, делясь вот всеми своими знаниями, он их, так сказать, ограничивает именно вот регрессиями в прошлой жизни. Все-таки я считаю, что его личный опыт, он уходит немного за границей, вот, только гипноза, да, потому что как только ты погружаешься в медитативное состояние, то там раскрывается огромный многогранный мир, который, как бы, скажем так, регрессивный гипноз, это, и вот подсознание, это только одна часть его, вот, но обо всем об этом он не говорил особо, потому что это не было частью его программы, поэтому основной задачей, почему я туда поехал, ну, помимо того, что я хотела познакомиться с таким замечательным человеком, как Брайан, я еще хотела научиться это делать в групповом, ну, как бы, в групповом режиме, то есть сразу одновременно погружать всю группу, да, он 150 человек одновременно погружал, ого, и получается, да, в этот момент каждый проживает нечто свое, свое, да, но мы такого, как вот делиться опытом, у нас не было возможности, потому что все-таки 150 человек на всех времени не хватит, но те, кто вот между собой как-то мы сконтактировались, мы рассказывали, общались, и потом мы на друг друге проводили опыты, у меня там бурундуки бегают. А вот интересно, что я думала, этот опыт весьма индивидуален, и время для такого сеанса требуется тоже индивидуальное, а выходит, если группа, то... Нет, но здесь получается, так как мы следуем его голосу, он не работал индивидуально с нами, то получается, что это больше как такой guided meditation, да? Вот. Ты, ну да, ты лимитирован тем временем, которым он определяет на, скажем, каждый этап. Если ты работаешь индивидуально с кем-то, то, само собой, ты как бы направляешь человека именно и даешь ему достаточно времени на прожитие, осознание какое-то, углубляешься больше в проблему, а с ним это было немного, там другие рамки, 150 человек, конечно же, техния. Наверное, сама техника медитации тоже будет отличаться от запроса, да? То ли это серьезная проблема, то ли просто из любопытства, а может у человека вообще какая-то трагедия, и он... Само собой, да, вот когда мы то, что мы делали в группе, оно само собой сильно отличается от того, что проделывается, когда ты работаешь индивидуально. Здесь ты работаешь с конкретной проблемой, с конкретной задачей. В группе там ставились, скажем, общие такие проблемы. Даже не проблема, а больше как интерес. Это больше как состояние, в которое ты погружаешься, чтобы понять, как оно ощущается по своим вибрациям. Вот мне еще, говоря о гипнозе, хотелось бы поделиться своим личным опытом, что когда я пришла в гипноз, у меня был запрос, как решить проблему страха от смерти. То есть у меня вызывала сама мысль о том, что не сколько я могу умереть, а сколько кто-то может умереть, кого я люблю, настолько у меня был этот панический страх, что я хотела узнать ответ через регрессивный гипноз. И что я увидела, это переход от одного состояния, от одного воплощения в другой, как этот переход произошел. И вот мне хотелось бы трудно описать словами, потому что я так понимаю, что вообще наш опыт души часто трудно описать словами. Тут иногда эмоции не можешь полностью выразить, когда у тебя это больше, так сказать, визуализировано, нежели на подкреплении каких-то знаний или же убеждений. это была чисто форма, как я выглядела как энергетическая сущность в виде какого-то почти графического рисунка, больше как выражения цветовых пятна. И потом как это все переходило в какие-то узоры. Это вот именно вот так было, как из этих узоров, потом опять все переместилось в сгусток и сконцентрировалось в новую сущность, в новую меня. И мне вот интересно, вот есть нечто, что ты хотела бы рассказать на именно тему смерти в воплощении, как в переходе из одного воплощения в другое? Вот ты не сталкивалась именно со своим этим познанием? Ну, у меня было несколько таких опытов. Сложно говорить о страхе смерти, да, потому что я не помню, когда я его последний раз испытывала. И у меня был один опыт. Я как-то это делала сама, проживала в медитации, ну, в регрессивном гипнозе, его можно еще назвать медитацией, потому что состояние очень похоже, особенно когда ты делаешь самый гипноз. я проживала как бы смерть моего воплощения в другом теле. Это было мужское тело Зимбабве. Я знала четко, что это Зимбабве. Я не могу сказать когда, но единственное могу сказать, что в какое-то современное время. Почему? Потому что у этого мальчика, который был мной, у него были кроссовки современные на нем. Всего остального Африка вещей по минимуму, поэтому сложно предугадать, что это, где, какое время. Да, определить время. Можно было, конечно, задать вопрос, но почему-то я так не поступила. Какой-то дачи не стояла. Не поступила. Мне просто вот тот момент, когда я погрузилась в его тело, он был настолько насыщен эмоциями, что я не хотела отвлекаться на какие-то другие данные. А это был момент, когда он что-то такое сотворил, что он до этого никогда не делал. И он проживал и переживал по этому поводу. То, что произошло, это то, что его мать, моя мать, не знаю, как это правильно сказать, она работала у, скажем, более богатого человека, и тот над ней издевался, постоянно мог ее чем-то бить физически. И вот я как бы, когда погрузилась в его тело, то, что я увидала, это то, что, ну, как бы его воспоминания о том, что произошло вот за недавно до этого момента. Вот, так вот, он пришел навестить мать в том месте, где она работает, и мужчина, который, ну, работодатель, да, он бил ее плеткой, и в нем возник этот гнев, он схватил лом, и, так сказать, на него напал и убил его. потом он, само собой, испугался, ему 16 лет было, он убежал с деревни, и вот он бежал, 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 и когда вот он сел передохнуть у дерева, в этот момент я как бы попала в его тело, и проживала вот эти его страхи, вот все это событие, вот, что будет, как будет, какое будет наказание за это, вот, но потом я как бы проследила его жизнь до конца, он ушел с того племени, нашел как бы свою новую семью в каком-то новом месте, и я как бы проследила всю его жизнь до конца, и в конце, когда он умирал, то вот этот момент, когда он выходил из тела и переходил на другой уровень, на другой, скажем, пласт, он видел меня наблюдающим за ним, и у него на лице был такой шок, да, он не мог понять, кто это, что это, и, видимо, он был довольно уже осознанной личностью на тот момент, потому что он, как бы, я видела, что была какая-то узнаваемость, то есть, он, видимо, понимал, кто я, вот, и вот это мне дало ощущение того, что все, что происходит, оно происходит где-то здесь и сейчас, потому что я, как бы, со времени отсюда попала в то время, я все-таки думаю, это было, наверное, я так предполагаю, в прошлом веке, и а кроссовка, да, вот что-то, вот как бы, вот то, что это все происходило одновременно, да, мое наблюдение и его переход, я ему помогла, так сказать, уйти в правильное место, вот этот момент, он был очень такой, вот даже у него не было этого страха смерти, он как-то принимал это достойно, скажем так, ну вот жизнь кончается и прекращается существование физическое. Он тебя увидел, или ты вот так восприняла его реакцию, как будто он тебя увидел, а если этих много воплощений было, то может быть ты из каждого воплощения там должна была присутствовать, или же может быть получается, что в один момент, когда мы умрем, мы точно так же можем увидеть себя, но только из будущего находишься. Все может быть, да, потому что все происходит во временном пространстве, а этот процесс, когда ты наблюдаешь за кем-то, ты как бы находишься в безвременном пространстве, поэтому я думаю, что да, это возможно. интересно. Интересно. Да. Обалдеть. Но у меня с практиками выхода из тела страх смерти исчез. Это ты, вот, кстати, ты сказала, что ты отследила этот момент, и ты видела его, и он тебя видел. А как ты, как ты чувствовала в этот момент? Вот тебе не страшно было, потому что, как бы, ты точно знаешь, что ты сейчас в этот момент в регрессии, и это с тобой не происходит, поэтому не страшно. Или же ты чувствовала прям то, что он чувствовал? Нет, вот момент, когда он уже, так сказать, издавал последний вдох, я наблюдала со стороны, то есть я в процессе вот этой регрессии вышла в состояние, как треть, ну, как бы отдельного наблюдателя и наблюдала, что за ним происходит, и просто прослеживала события его жизни, вот, и поэтому я просто наблюдала, как человек заканчивает свою жизнь, то есть, как она у него прекращается, как он выходит, и так как я нахожусь по ту сторону картины, то я могла переключиться на другую, на другой реал, куда он переходит. и что было следующее, ты увидела? ну, да, я ему помогла уйти в свет, как бы, уйти на тот уровень, на который, что происходит дальше, все зависит от каждого человека, ты, как бы, их направляешь, а потом, где они заканчивают, это я не видела, я не прослеживала. это же твоя была жизнь? не совсем так, оно не так происходит, на самом деле, мы связаны с одним сознанием, но... это становится еще интереснее. да, поэтому я не верю в перевоплощение, оно на самом деле не так происходит, то есть, ты как, вот как Юля, ты существуешь всегда, ты не прекращаешь существовать, а что, ты набираешь опыт, и твое сознание образует новую, по-английски это называется filament of consciousness, то есть, это, так сказать, сгусток, новый сгусток сознания, который с определенной задачей идет дорабатывать свой, нарабатывать новый опыт. душа, это и есть этот сгусток сознания? не знаю. я не могу говорить про душу именно в таком смысле, потому что я не знаю, я еще сама разбираюсь в этом вопросе. тогда это и будет немножко объяснение моему пониманию, когда ты говоришь, он издавал последний издох, это не было, что ты говоришь, я издавала в его теле. ну, не совсем, мы как бы с ним связаны, но он это он, а я это я. но он связан со мной, мы как бы имеем совместное сознание, то есть оно интангл, оно связано, переплетено одним материалом. тогда это еще меняется совершенно да, поэтому у меня вот с практиками возникло очень много вопросов с тем, что такое душа и что такое сознание. вот как у меня сейчас. мне кажется, что душа все-таки это немного другая субстанция, опять же, душа делится на массу, там есть монада, это чистая форма, скажем, вот того духа, может это духом даже можно назвать, да, а у души есть масса тел, там их семь основных, у каждого еще под семь тел, поэтому вот мне кажется, душа, вот как в христианстве считается, что она индивидуальна, она все-таки индивидуальна к каждому телу принадлежит, а сознание, оно, оно более, оно как-то, видимо, из-за того, из-за своей природы, что оно настолько нематериально, да, оно больше как, я не знаю, в принципе, я бы, наверное, сравнила бы вот природу сознания больше со светом, с излучающим светом, то мне кажется, из-за того, что вот у них такая природа нематериальная, она больше несет другого рода, другого характера. А вот я слышала такого, это часто практикуют в тета-хиллинге, когда говорят, что душа, она настолько огромная, что когда она входит в тело, получается, тело, тело недостаточно для того, чтобы полностью всю душу вместить, и только часть этой души в него входит, и получается, но я не скажу, что часть, наверное, аспекты какие-то, скорее всего, оно становится аспектом, да. Да, но мне все-таки кажется, я опять же, вот это понятие я не понимаю, я не могу сказать, что у меня есть опыт, чтобы это как-то прокомментировать, потому что, ну что, во-первых, давайте начнем с того, нужно разобрать, что такое душа, да, мы сейчас только разобрали, что мы не знаем, что это такое, вот, а что подразумевает под душой, я все-таки считаю, что это определенный класс информации, и я не знаю, я не могу это прокомментировать, я считаю, вообще, когда человек рождается, то он приходит с определенным сознанием, потом раскрывается эта карма, которая ему была дана, и на эту карму уже накладывается определенный пласт информации, да, вот там, с ограничениями, с какими-то задачами, с какими-то проблемами, вот, где это все накладывается, на что, я не знаю. В этом-то, наверное, и зависит наша осознанность, да, от того, что вроде бы как... Ну да, я имею в виду технически, на чем это накладывается, на то, что называется душой, или же то, что называется сознанием, я не знаю, я этот еще момент не разобрала для себя. Потому что, вроде бы как, эти, да, эти, вроде бы, фундаментальные вещи, да, вот, и в то же самое время они могут либо помогать нам в понимании, да, либо усложнять, что происходит, произошло определенное усложнение, потому что ты четко понимаешь, что это, ну, наверное, так быть не может, но вот так тоже быть не может, или может, и ты как бы здесь... я еще разбираюсь, это в этом процесс духовного пути заключается в том, что ты постоянно задаешься определенными вопросами, и вопросов больше, чем ответов. Да, к сожалению, так. Ну, почему уже? что-то интереснее. Мы не успеваем получать эти ответы, ведь истинность ответов, наверное, будет определяться чистотой наших помыслов и осознанности, потому что чем более человек осознан, тем он сможет быстрее получать информацию, и от источников, которые не только приходят через людей и книги. Это, так сказать, такие вот инсайты, которые во время медитации, они как знания об нас. А вот я хотела бы еще у тебя порасспрашивать про саму программу. Вот когда Брайан рассказывал про все моменты воплощения, да, ведь с точки зрения традиционной психиатрии, ведь это может растолковаться, быть растолкованным не совсем традиционным и научным. Как, у него не было конфликтов? Ну, у него уже конфликта давно нет, потому что, видимо, для себя он понял, что жизнь многогранна, и просто психиатрия во многом не допонимает, потому что не имеет достаточно знаний. он этот момент не сильно разбирал, потому что люди, которые туда приехали, уже не задаются этим вопросом, все-таки это программа, которая была целенаправленно настроена для людей, которые уже в теме, скажем так. Может быть, ему задают эти вопросы на однодневные программы, которые он по всему миру проводит. Как он на это отвечает, я, честно сказать, даже не знаю. Ты не знаешь, как он пришел к этому? Я знаю, как он пришел к этому. Он это описывает в своей книге Many Lives, Many Masters. То есть много жизней, много учителей, мастеров, учителей. Я знаю, как он к этому пришел, но как он это чисто, скажем так, медицински объясняет, я не думаю, что у него есть какой-то научно доказуемый ответ. А в двух словах ты не можешь сказать, это у него был какой-то инсайд? Это не был инсайд, у него был опыт через его одну из пациенток. Он делал ей гипноз, и он проводил обычный гипноз, который пытается разобраться, где в детстве образовалась та или иная проблема. А когда она ему начала рассказывать то, что она видит, что происходило в древнем Египте, он посчитал, что она, видимо, придумывает. Как-то поначалу он это не воспринимал, но получилось так, что на тот момент, насколько я помню, это было очень давно, когда я читала его книгу, у него умер сын, это было в 70-х годах, интернета тогда не было. И многое из его жизни, она была как бы личной информацией, никто о ней не знал. А тут у этой женщины ее наставники говорили как бы через гипноз с ним. И они рассказывали про события его жизни, что заставило его все-таки поверить, что все, что она рассказывает имеет, так сказать, место быть. И там много всего было. Я так думаю, она была своего рода учителем для него, чтобы он пробудился, чтобы он имел достаточно потенциала, чтобы принести вот эти новые знания. Ну, они не совсем новые, но, скажем, с его опытом, с его медицинским образованием, причем он не просто был психиатром, он еще к тому же был ведущим врачом той больницы, в которой он работал. И она такая известная, престижная в Америке. Вот, ну, я так, насколько я понимаю, психиатрия, вот такая медицинская, его не признает в этом плане. Потому, потому, что это еще неизвестные знания, они научно недоказуемые, поэтому он такой пионер. Вот, в этой как раз ситуации я отмечаю не просто свой личный опыт через регрессивную, регрессивный гипноз, а получается, что действительно ты можешь вступить в контакт с кем-то, от кого ты можешь получить информацию, выходит так. Ну, да, в принципе, регрессивный гипноз помогает погрузиться в подсознание, но как только ты открываешь, так сказать, эту дверь, то у тебя там спокойно есть доступ и к любым дверям, к другим дверям. А дверей много. А какие есть двери, можешь какие-то назвать? Дверей много, ты можешь как бы через этот способ наладить контакт со своими наставниками, а у людей, которые практикуют и которые выходят на определенный уровень как бы своей осознанности, они их ведут, вот как Брайан Вайза тоже вели, для того, чтобы он в своей жизни пришел именно к такому осознанию. И вот оно, я так думаю, что оно повернуло его всю карьеру. Он, можно сказать, 10 лет медицинской школы, так сказать, выкинул коту под хвост. В Америке не так легко получить статус, психиатра, особенно такого уровня, и потом взять это все, так сказать, выкинуть. Не, но он молодец, он имел, я так думаю, что у него огромный потенциал, не думаю, а это я ощущала у него на программе, огромный потенциал энергии, он смог направить именно на то, что он как бы несет в мир вот эти знания. Может быть, у нас и контакт с наставником наступает в тот момент, когда мы к этому готовы? Когда ты для них интересна, то есть тебя вести не будут, пока у тебя нет, пока ты не раскрыла все, скажем, вот эти, вот когда, пока ты эту дверь не открыла, к тебе интереса не будет. Вот тут может быть, смотри, я не знаю, конечно, какие там замыслы были у наставников, но может быть, он же достиг определенного уровня в социуме, и именно теперь, когда он получил новый инструмент, то он, этот голос сейчас звучит не просто для него одного, если бы он эти 10 лет не потратил на это все, он сразу же, сразу же, получается, они нашли такой маяк на более большой высоте, который... Не они нашли, это все было соркестрировано до его воплощения, потому что твои наставники, это члены твоей семьи, которые несут... Эта работа, она коллективная, понимаешь, они тебя ведут с другого уровня, но это не то, что там какие-то сущности откуда-то со вселенной, это члены твоей семьи, у вас есть определенная задача, они помогают на метафизическом уровне, а ты ее исполняешь на физическом уровне, вот, поэтому... Но тот момент, когда ты готов и когда ты, ну, как бы, открыт восприятие, он... ты должен этого момента достигнуть, потому что мало кто приходит на землю уже пробужденным. Вот, мне тут сразу хочется спросить, и кто такая семья, и как услышать ее помощь, когда, может быть, в те же 10... в течение 10 лет он пытался делать нечто, которое не совсем получалось, и тогда он чувствовал отчаяние, мы этого не знаем, да, то есть это было 10 лет упорного труда, и только после, и на 11-й год он уже... Ну, мы так условно говорим, мы не знаем, сколько времени он занял. условно, то есть это... то есть, вот тут тоже неизвестно, либо у него осознанность открылась в один момент, или он шел к этому... я не знаю, я не читала его автобиографию, я даже не знаю, если он такую книгу писал, поэтому как-то у нас программа была очень сжатая, на подобного рода вопросы не было времени, я не могу сказать, я только предполагаю, как бы, знаю своего опыта. А что касательно тебя лично, например, вот тебе тоже, например, знания через регрессивный гипноз открылись через какое-то время, или сразу с применением этой практики? Может быть, ты тоже должна была пройти через какой-то, так сказать, подготовки? Не, но я занималась внетелесным опытом, и мои знания больше пришли через те практики, чем через регрессивный гипноз. Регрессивный гипноз был своего рода, так сказать, одной модальностью, которой я занималась, а так, в принципе, я уже была просто готова, и все по-разному к этому приходят, и через разные двери, так это, мои двери уже были открыты. И тогда у тебя, конечно, тут немножко, наверное, трудно оценить твои знания из каждой области, они благодаря именно движению в той области, или они же просто существуют как нечто, к которому ты приходишь из разных, так сказать, дверей, или опыта выхода из тела, или же регрессивного гипноза. это в принципе одно и то же. И да, и нет. Просто с гипнозом ты работаешь с фасилитатором, кто тебя направляет. Внеинтересный опыт это один из уровней альтернативных состояний сознания. Но гипноз это тоже альтернативная практика. там есть своего рода градации. Как бы насколько ты можешь изменить свое сознание. В какие состояния измененного сознания ты можешь входить. Это очень интересно. И что такое измененное сознание тогда? Ну измененное сознание это сознание которое отличается от нашего состояния бодрствования. Вот на данный момент мы бодрствуем. Мы как бы в полном сознании. А измененное это когда ты входишь в состояние которое скажем так отличаются от состояния бодрствования. как правило это состояние гипноза состояние нецелесных практик состояние осознанного сновидения. Это daydreaming daydreaming по-русски это ну когда ты в принципе можешь в принципе в состоянии бодрствования ты начинаешь просто типа так сказать засыпать и у тебя есть вот это ощущение что ты находишься в таком пограничном состоянии сна и бодрствования это тоже как бы считается измененное состояние сознания. Это человек сам кома это измененное состояние сознания когда ты полностью отключен. Смерть это тоже измененное состояние сознания когда ты вышел нет ну ты не вышел ты просто как бы работа закончилась ты просто ушел уже все тоже там целая градация понимаешь там есть даже графа на интернете которая показывает вот эти градации этих измененных состояния сознания и кома стоит на самом верху а потом уже выход смерть ну то есть прекращение работы физического тела не касался этих состояния он всего этого не касается потому что его программа рассчитана именно на на регрессию прошлой жизни он он четко все соблюдает как бы границы своих вот этих все что связано с программом а вот Брайан не касался аспекта души и как душа приобретает опыт в каждом воплощении касался думаю да касался и просто мне вот интересен этот вопрос вот если поговорить о программе души да вот душа приходит в это тело для приобретения опыта как ты уже упомянула и выполнить и выполнить какую-то программу и вот то ну не обязательно программу задачу задачей как программа программа это когда она может быть наложена кем-то другим задача это когда ты ставишь себя или или же та семья про которую ты упомянула ну да но это все коллективная работа поэтому это как бы ты сам только во многих разных аспектациях интересная очень очень сложно все это визуализировать это очень сложная концепция да это сложная концепция и я к ней пришла через вот институт монро именно вот вот эта система то есть семья хочет тебе хорошего или нет может семья тебе дает ты упомянула что это не программа это задача и задачу вернее душа сама выбирает задачу а программу никто тебе дает если это программа то навязана другим нет я говорю что программа может быть навязана кем-то другим до рождения до или при жизни ты при жизни тоже можешь принять какую-то программу в социуме масса программ выйти замуж родить детей это тоже программа и многие женщины смотрят на подобного рода программы как основной целью ставят как основную цель своей жизни это найти мужа выйти замуж родить детей вот это программа а я говорю немного про другое я говорю про задачи опять же это тоже может быть задачей ты наверняка можешь привести в этот мир те души с которыми тебе надо отработать какие-то задачи тоже поэтому поэтому во многих случаях считается что дети это карма ну своего рода не обязательно плохая или она может быть и хорошая потому что это тебе возможность для роста понимаешь но задачи они разные и вот я когда говорила про программу я думала что получение опыта души это тоже как программа получается какого именно опыта и то если есть определенный план проработанный то и потом он как бы накладывается как скажем так инструкция к действию то получается это программа уже да и выходит что у человека его воля может либо выбирать идти по программе либо нет и чем он собственно тогда не отрабатывает карму а наоборот заставляет себя вернуться на второй класс так сказать в школу на второй класс застрять в этом ой карма это очень сложно мы не касаться не будем мне просто вот еще хотелось может быть развернуть тот аспект если только это тоже переплетается с теми знаниями которые ты получила на программе как это человеку может помочь в его настоящей жизни вот приобретение вот этого опыта регрессии вот если у него есть какие-то сложности и он самостоятельно не может с ними справиться он тогда пытается вернуться и это что будет тогда понимание для чего это нужно основная задача практики Брайан Вайза заключается в том чтобы решать какие-то насущные проблемы да вот если есть определенные страхи установки и как бы его практика показывает что корни могут быть не в детстве ну то есть эта проблема была заложена не в детстве а предположим где-то в других воплощениях поэтому все это вся суть его деятельности заключается в том чтобы найти вот это ищу да вот эту проблему и ее решить как бы вот это основная задача его скажем деятельности опять же в процессе когда ты занимаешься и ты решил предположим все свои проблемы да все свои установки ты во всех в них разобрался то само собой в процессе идет еще и рост души потому что ты начинаешь себя осознавать как как там скажем человек который жил в том промежутке времени потом он жил в другом промежутке времени и ты видишь богатство всех этих опытов и воспринимаешь уже жизнь более многогранной чем скажем то как вот я например была бы просто Анжелика да в этой ну скажем в этом теле и в этой жизни поэтому ты уже воспринимаешь все целое как одно целое тогда при таком высоком уровне осознанности в принципе нет уже никаких получается испытаний ты уже знаешь что они уже становятся не испытаниями а именно опытом понимаешь уже твое восприятие реальности оно как бы трансформируется и ты видишь жизнь уже не как страдания наложенные на тебя там как в религиях принято да вот если ты страдаешь значит ты скажем там какой-то грех отрабатываешь а здесь ты уже понимаешь что ты просто приобретаешь опыт а опыт это спектр хорошего и плохого хорошее и плохое это мы придумали люди на самом деле для души ну все есть просто опыт да это очень конечно увлекательно и чем больше задумываешься на эти аспекты тем больше начинаешь думать о том что что же зависит от тебя самого и что зависит от того кто тебе задал опять ту же задачу вот если вот ты не решил проблему сам и вернулся в прошлое и не будет ли это считаться что задачу ты сам с ней сам не справился ну как ты же справляешься с ней она для тебя поднимается на поверхность ты осознаешь что такое есть и ты это прорабатываешь а кто никто другой за тебя не сделает это ты эту работу делаешь и когда ты возвращаешься в прошлую жизнь и да даже получается ты спрашиваешь ты просишь помощи у тех наставников или же нет и не просишь никакой помощи понимаешь любая проблема которая не отработана то есть любой опыт который ты восприняла как негативный он накладывается так сказать кармическим углом и последующее воплощение ты должен решать и таким образом как бы распутывать этот узел вот здесь это тебе возможность увидеть прочувствовать прожить понять и отпустить и вот узелок раскрылся там из 258 узелков у тебя уже один раскрылся понимаешь ну это я так условно говорю ну к примеру если взять момент плохих отношений человек он осознал что у него плохие отношения он принял что у него плохие отношения но как он может тогда этот момент этот узел развязать ну как простить и отпустить расстаться ну не обязательно ты или прощаешь и тогда все трансформируется и твое отношение к человеку меняется или если ты не можешь решить скажем ну так отпустить то да расстаешься это очень индивидуально опять же я сейчас никому советы не даю а если это дети с которыми ты не можешь проститься а почему ты должен с детьми прощаться во первых надо понимать что дети тебе не принадлежат на какое-то время покажу с детьми конфликты могут так сказать рождаться усугубляться и назревать да но конфликты обычно у родителей с детьми усугубляются потому что родители пытаются навязать свою волю и не воспринимают детей как самостоятельных отличительных от нас сущностей понимаешь это тот же самый человек которому тебе был дан на воспитание но если даже ты и учитываешь что что это индивидуальность но в какой-то момент все равно происходит выбор то ли одна индивидуальность должна принимать решение то ли другая с кем мы являемся и тогда мы понимаем что мы эту жизнь уже по большей части уже прожили и мы хотим продолжать ее жить так как нам хочется а не так как правильно так как вам хочется то есть дети то есть ты хочешь сказать что ты хочешь чтобы твои дети жили по твоим программам нет они же пока не могут сами самостоятельно жить ну так а ты им не даешь возможность если ты им не дашь принимать самостоятельные решения ну если например в одном и том же доме один решает допустим спать раньше другой позже тоже нет ну это правило которое в доме должно существовать и как вы их имплементируете это как бы уже вопрос родителей да я говорю о другом о свободе ну выбора то кем они хотят быть понятное дело что до определенного возраста ты за них решаешь потому что это твои дети ты их воспитываешь но как ты это делаешь это другой вопрос да ты или им даешь выбор принять какое-то решение или ты их ограничиваешь и накладываешь на них свои программы это разные вещи ну да иногда когда даешь им слишком много воли они начинают тоже иногда терять уже ощущение иерархии кто есть кто в семье и тогда так сказать авторитет родителей уже отходит на второй план но это действительно это уже как бы это другая тема темы это оно тоже связано непосредственно с тем как ты взаимоотношения строишь да как то между говорится и тут просто я это почему я пределаю детей это только из-за того что ты из этих отношений уйти не можешь то есть если с другими людьми ты можешь принимать решение либо продолжать тебе с ними общение или нет то с детьми ты вынужденный почему и говорится что наши дети это очень хорошие учителя потому что именно через познание наших детей мы начинаем обращать внимание на наши недостатки которые бы иначе вы не поняли значит как бы ты вынуждена была бы мириться с совершенно другим мировоззрением и другим другим менталитетом и взглядами на жизнь вот поэтому я и привела пример того что когда заходишь в тупик ты можешь расширять свое сознание и чему-то учиться вот а иногда ты просто не знаешь как это делать и можешь уходить тогда в состояние медитации и понимать уже ситуацию с точки зрения опыта души вот поэтому может быть ты сама можешь предложить какой-то пример который может точно так же описать где человек когда он в обычной жизни в реальной жизни он уходит в ситуацию когда его опыта знаний и осознанности не хватает и как он это может действительно изменить с точки зрения вот этого опыта прошлых воплощений нет но всех ответов прошлых воплощений нет я же говорю что иногда ответы они кроются совершенно в других местах я не могу ответить на этот вопрос потому что я думаю что все-таки здесь может быть какие-то другие инструменты надо использовать воплощений воплощений Продолжение следует...